Девушки отдыхают Семен только месяц назад окончил второй класс, но планы у него уже наполеоновские. И мальчик уверенно идет к своей цели. Любимый предмет, как и у многих мальчишек, физкультура. Но он участвует в Олимпиадах и по остальным предметам. Ну, чтобы стать умным, активным в математике, русским надо участвовать. Как вам нравится? У меня много олимпиад. Семен и еще пятеро вчерашних второклассников снова собрались в стенах второй школы. Раиса Агинья Атольна – классный руководитель. Пригласил отличившихся воспитанников. Все эти ребята в прошедшем учебном году стали призерами и победителями не только городских, но и общероссийских конкурсов. Пришло время получать заслуженные дипломы. Учебный год завершился только месяц назад, а классный руководитель уже дает установку на участие в новых конкурсах. Хорошим стимулом для очередных побед служит портфолио, которое ребята начали собирать еще в первом классе. После десятого класса мы пойдем в институт, да? Нет, ну после десятого, после одиннадцатого. А можно за одиннадцатого ввести портфолио? Обязательно в одиннадцатый, да. Подобное портфолио есть и у самой Раисы Мадисовны. Классный руководитель старается не отставать от своих учеников. Каждый учительный учебный класс идет в свой портфолио. Здесь мы собираем сертификаты свои, курсы свои, участие в городских методах объединения. Создание собственного портфолио – один из элементов новых стандартов образования второго поколения. Еще один – подготовка всевозможных проектов и участие в конкурсах. Эти ребята опробовали свои силы в городских олимпиадах, всероссийских конкурсах «Русский медвежонок» и «Кенгуру». В поисках новых испытаний для ребят Раиса Мадисовна наткнулась на сайт с дистанционными конкурсами. Я выбрала по рисованию. Попросила свою ученицу Гарипу Валину, чтобы она отправила туда рисунок. С первой попытки у нас не получилось. Только с третьего рисунка, который мне понравился, я его сканировала, заархивировала, отправила. И через 10 дней нам пришел результат. Мне на личную почту пришло сообщение «Вы победители» и диплом. Но тогда я стала смотреть, какие еще есть конкурсы. Второй конкурс мы уже выбирали с ребятами. И назывался он «Калейдоскоп Ребуса». В этом конкурсе уже участвовало три человека. Сегодня ребята не только получили свои дипломы, но и освежили знания. Классный руководитель задала несколько вопросов по русскому языку, чтению и математике. Получив наставления и небольшие задания, ребята отправились домой. Точнее, побежали. Ведь летом все-таки надо отдыхать. Наталья Бурова, Азат Давлечин, Время новостей.